Гульня аматеру и ветерану. Футбольное свято пройшло у Осиповичах. С команды Осиповичского района сустрелась команда артистов белорусской эстрады Artstars. На матче побывал и наш корреспондент Илья Соболев. Яны спевают, пишут песни, играют в театре и вздымаются в кино. С днем чагуночника повиншовать осиповчан приехали вядомые белорусские выканавцы и актеры. Сработать это артисты вырешали незвычайным чином. Замет звыклой сцены футбольное поле, а у оппонента-хартиста у сборная ветеранов осиповицкого футбола. Главное, что есть энергия, есть посыл, есть желание. А тем более в таких товарищеских матчах это всегда приятно, потому что не важно забить. Главное поиграть в футбол, показать, что даже в таком возрасте, я не имею себя в виду, а вообще рабочие, администрация, играют, дружат в футбол и это замечательно. Давно уже не одевал форму, и поэтому, конечно, немножко сказывать уже возраст, но все же почувствовать эту атмосферу, побыть в составе команд, почувствовать, поверьте, это здорово. У выигрыша застались а усе, а у першую чергу болельщики. У складе осиповчан вышли шерох футболистов той самой легендарной команды, якая у конца 90-х трапила у высшейшую лигу чемпионату Беларуси. Игроки «Артстарс» так само добрознаемы мясцовой публице. За артистов выступали вядомые музыканты Сергей Минский, Дмитрий Смольский и иншие. И сейчас опять Дмитрий Смольский с мячом. Браво, Дима! Ну, молодцы, в общем, вот несколько моментов таких опасных создали, вот, в частности. Ну, как-то немножко посвежее, повеселее выглядит команда все-таки гостей. Игра равная, что эти, что эти. Очень нравится, особенно нравится наша осиповчанская команда. Такие моменты хорошие были. Я знаю из команды Минска некоторых игроков. Увы, Нику перемоглось обрустство 1-1. Илья Соболев, Александр Тарасов, Новинрегиона.